В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. 18 февраля уже в эту субботу в акватории Японского моря острова Русский вновь состоится зимний ледовый полумарафон «Владивосток Айсран». Сегодня мы поговорим о нем с нашими гостями. Александриной Кучиной, продюсером ледового полумарафона «Владивосток Айсран» и Ольгой Гаевой, спортивным директором ледового полумарафона и директором бегового клуба «Ран ДНС Ран». Девушки, здравствуйте! Здравствуйте! Александрина, полумарафон проводится уже в восьмой раз. Что интересного нас ждет в этом году? Во-первых, то, что марафон в восьмой раз, это уже уникально. Вообще, на самом деле, не верится, потому что, когда мы были в начале этого пути, мы так далеко не задумывались, но мы хотели, чтобы наш проект полюбили. И вот уже в восьмой год мы организовываем наше мероприятие, наше событие. И что уникально и интересно в этом году, что очень сильный был ажиотаж, и у нас, в принципе, беспрецедентно за месяц до самого мероприятия закончились регистрации билета, и то есть уже, в принципе, регистрироваться невозможно. Уже закончились почти все. И этот ажиотаж, этот недель к мероприятию, он очень радует. Наверное, когда создавали это мероприятие, думали, ну, пробежимся так один раз, два раза. В первом мероприятии, в 16-м году, 300 человек, по-моему, было, да? Да. 330 человек у нас было, да. Тогда это все в новинку было, интересно. Это сейчас у нас уже организация на более высоком уровне, оточенные все моменты, погрешности, учитывается опыт каждого года. Но когда все это начиналось, мы вообще не представляли, как это будет. А я помню ваш первый раз, тогда все так встрепенулись, как-то бежать по льду. Прикольно, побежим. Да, даже на слоган «Бегу по морю». Не зря мы такой слоган. На самом деле это так и есть. Мы бежим по морю, просто по замерзшему. Ну вот, кстати, «Бежим по морю, по замерзшему», Ольга. Организация марафона, она на льду происходит? Есть какие-то сложности в этом? Да, конечно же, есть сложности и нюансы. Каждый год они свои, потому что погода всегда разная. Где-то тепло, где-то холодно. В один год даже был дождь. Пока на данный момент погода радует тем, что снег, который выпал, его весь раздуло. И на данный момент мы не нуждаемся в расчистке льда, потому что мы, если снег выпадает накануне, то чистим трассу, чтобы участникам было комфортно бежать, чтобы это был ледовый полумарафон, а не снежный. Но вот уже буквально на днях, то есть за три дня мы начинаем размечать трассу, готовить. Такой процесс трудоемкий, холодный. И у нас есть группа ребят, наша такая незамерзаемая команда, которая три дня и день и ночь готовит трассу. А трасса сколько составляет сама по себе? Так как мы бежим в одну сторону, разворачиваемся и в обратную, то есть получается 10-500 километров. Но это приличное такое расстояние обработка. Да, это в принципе вся бухта, бухта Навик. От школы номер 5 мы стартуем, если то в тупик туда убегаем. Плюс она будет немножко ветвистая. Трасса вообще строится с согласованием ЧАЭС. Они вот тоже на днях будут замерять лед. И выпишут постановление, в соответствии с которым у нас будет простроен маршрут. А как-то за прогнозами погоды следите? Конечно, следим за прогнозами. Посылаем в космос. В небесную канцелярию. Да, запрос на то, чтобы погода была хорошей и маловетренной. Потому как ветер на море, он всегда сильнее, чем на суше. И участники всегда чувствуют, если в одну сторону бегут, кажется, что ветер в спину вроде бы как здорово. А когда он в лицо, то это весьма такие ощутимые моменты, которые играют свою роль тоже в прохождении гонки. Кстати, есть такое замечание, что почему-то всегда после нашего полумарафона начинается весна. Девочки, надо будет бежать быстрее. После, после. То есть мы проведемся, все отлично будет, тепло, солнечно, а потом начинается весна. Можно уже? Ну, морозы были сильные, лед вполне себе толстый. Буквально на днях сейчас МЧС замерит, и мы уже узнаем конкретную цифру и маршрут. Но бывает же такое, опять же, следить почему надо, что как сильный ветер был, был отрыв ледовых полей, выносило их. Но бухта навек это не грозит. Да, потому что бухта закрытая, она хорошо промерзает полностью. То есть там таких опасений не будет. Оль, а насколько важна безопасность участников и как она обеспечивается? Потому что по льду бежим, не по асфальту. Да, все-таки лед. И как я уже проговорила, что мы для видимости маршрута его размечаем. Это каждые 30 метров колышки с ярко-красным флажком с обеих сторон. То есть такая взлетная полоса выстраивается по льду. То есть там пробежать куда-то мимо или заблудиться будет невозможно. Также для комфорта участников у нас пункты питания. Каждые 2,5 километра это палатка с обогревом. И будет предлагаться участникам пит-стоп. Это шоколад, финики, чай и вода из отоники. Плюс, конечно же, очень важно смотреть за безопасностью, за состоянием участников. Волонтеры-медики будут находиться на этих пунктах питания. И наши маршалы по безопасности, которые будут курсировать вдоль всего маршрута с двух сторон на протяжении всей гонки. И смотреть за состоянием участников. Если кому-то нужна будет какая-то помощь, либо что-то, они будут реагировать и оказывать. Но опять же, я так понимаю, что безопасность в какой-то степени обеспечивает МЧС? Конечно же, при поддержке МЧС, ГИМС. Ну и в принципе, у нас мероприятие масштабное. При поддержке также МВД города. Все структуры задействованы. И они помогают обеспечить достойную безопасность на мероприятии. А кстати, вы со структурами, со всеми, то есть организовать-то это мероприятие достаточно проблематично. Вы с ними взаимодействуете перед тем, как... Конечно же, это долгий процесс. Самого начала. Трудоемкий. Ну, во-первых, наше мероприятие краевое. Мы стоим в краевом календаре. Здесь уже лично губернатор и участвует, и поддерживает наше мероприятие. Соответственно, мы работаем со всеми структурами. Здесь спасибо и управлению спорта города Владивостока, и Министерству спорта края. То есть при поддержке абсолютно всех структур. Ну, то есть это глобальное, масштабное... Администрация города Владивостока, благодаря тому, что бежим мы как раз на территории школы номер 5. Они выставляют свою команду, тоже принимают участие, и Министерство спорта, и Управление спорта. Да, весь город бежит. Да-да-да. Весь город бежит, да. А отличается ли как-то подготовка участников летом и зимой? Ну, у всех самое главное – это тренировочный план, конечно же, да. Зимой есть свои специфики просто в одежде. Если это грамотная, правильно подобранная одежда, то вот этот миф, что можно зимой заболеть от холодного воздуха – это миф. Да, если ты правильно одет и правильно тренируешься, то результат будет радовать. То есть, соответственно, все участники готовятся круглогодично, не переставая, будь то лето, осень, зима, весна. Тренировки – круглый год. А в подготовке организаторов в летнее и в зимнее время есть какая-то разница? Конечно. Ну, во-первых, это и время года, да, соответственно, зимой холоднее, процесс немножко сложнее, чем летом. Но если говорить про мероприятия, они у нас, в принципе, все разные, и каждая из них сложная. Зимой – это свои моменты, летом – это свои моменты, и, соответственно, и по территории, где располагаются мероприятия. Если летом – это мосты, это очень большой трудоемкий процесс согласования и подготовки маршрутов, то зимой – это лед. Вот про то, что Оля рассказала, что погодные условия могут быть разные. Если выпадет снег накануне, то нам придется еще все расчищать, успеть, разметить трассу, выставить все пидстопы для того, чтобы участники приехали на площадку, все было уже готово. А бывали такие случаи? Ну, у нас, по-моему, на первом полумарафоне, да, накануне выпадал снег в 16-м году. Ну, в 16-м году он был такой блинком, так сказать, да, потому что боевое крещение прямо было. Выпал снег, в России тогда его еще не было, и, соответственно, бежали по такой снежной каше. В принципе, все остальные годы мы успевали все почистить. Ну, это просто огромный труд организаторов, ребят, кто непосредственно занимается этим, потому что там уже не до сна. А вот в 20-м году, получается, и снег немного выпал, и был дождь. То есть вообще был дождливый такой день, потому что вышло яркое солнце, то есть погода была вообще очень-очень разная. Все равно участники довольны были в любом случае, потому что мы все подготовили. Не бывает такого, что не приезжают, отказываются почему-то, ну, по каким-либо причинам пройти, то есть там снег, дождь, не знаю. Нет, ну, какой-то маленький процент, как и на всех любых мероприятиях, конечно же, есть, что люди заболел, там, не смогут. Нет, ну, это понятно. Это да, но это так, чтобы какая-то в массовом масштабе нет. Ну, то есть это в статистике средних любых мероприятий какой-то процент заболевает или не может доехать. Нет, я имею в виду, чтобы вот именно такие факторы повлияли на... Нет, 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 все-таки, ну, так как у нас есть, ну, именно на самой гонке, допустим, есть маршала, да, если человек захочет сойти с маршрута, то есть его доставят до финиша. Но даже таких моментов у нас не было, потому что все борются за то, чтобы самостоятельно финишировать и получить свою заветную медаль. Ну, в любом случае, если ты там устал, то, конечно, ты можешь пойти, перейти на пешеход и идти, и никто не заставляет убиваться и бежать. Это есть лидеры, конечно, абсолютно, которые на результат бегут, да, у них там свой темп, свои цели и так далее, свои там сроки. А если ты просто бежишь 5 километров, прежде всего, для себя, то, конечно, если ты устал, у тебя заколол бок или что-то еще, ты можешь просто перейти на пешеход и дойти. А какие дистанции-то в этом году, кстати? 5 километров, 10 километров, полумарафон 21,1 километр, ну и детская дистанция 1 километр. Дети тоже бегут? Да, да, еще какие? Со скольки лет? Со скольки? Со шести. Они вообще очень любят. У нас только открывается регистрация. По-моему, мне кажется, самые первые-то дети начинают регистрироваться. Они прям это очень любят. А локация в этом году, то есть это остров Русский, это бухта Новик? Это школа номер 5, это поселок Канал, там, где школа находится, это, получается, напротив Русской лыжни, там ледовая акватория. Сам городок на территории школы выстроен, а зона старта и финиша на прибрежной зоне рядом. Ну, это все в шаговой доступности. Мне вот интересно, какие марафоны, полумарафоны пользуются большим успехом, летний или зимний? Все-таки интереснее людям бежать, допустим, по нацпарку, как мы помним, вы бегаете, или по льду Русского острова? А вы знаете, вот у нас везде разное количество участников. Если говорить про льдовый полумарафон, соответственно, мы оставляем свои лимиты, да, потому что никогда не знаешь, мы же начинаем подготовку мероприятия с ноября-октября месяца, и не знаешь, какой будет лед, какая будет погода. Да, соответственно, есть лимиты, выставленные МЧС, это там тысяча, чуть больше тысячи участников, да, и мы придерживаемся этих лимитов, потому что может быть такая зима, как в этом году, а может быть она вообще очень теплая. Ну да, не дай бог, искупаются всем. Да, не дай бог, да, а большее количество человек – это, естественно, риски. Поэтому вот в этом году, как я уже говорила, выкупили все билеты, вот у нас в конце января закончились регистрации. Если говорить про трейловый полумарафон, там еще меньшее количество участников, там 500 человек, тоже у нас там за три недели, по-моему, были закрыты регистрации, а мосты Владивостока, там большее количество участников. Ну, у нас тут тоже на какие-то дистанции заканчиваются уже регистрации где-то, наверное, в начале сентября. Просто каждое мероприятие несет свою эмоцию, и поэтому тут нельзя так сказать, что кто-то любит больше лета, кто-то зиму. Конечно же, есть и такие люди, да, кто любит больше просто, ну, просто не любит холод, допустим, да. Но в целом это разные яркие эмоции, которые люди коллекционируют, а бегуны, ну, в частности, это такие коллекционеры своих марафонов. Вот, и поэтому каждый считается в копилочку. Но опять же, это не просто гонки, да, это события, в которые мы вкладываем душу. Мы стараемся создать уникальное, уютное событие, радостное, которое дарит эмоции не только на финише медалью, а также создать праздник, в принципе, атмосферу такую. И то есть, я думаю, что люди, хотелось бы верить, что, ну, наверное, даже по наблюдению, что они идут прежде всего не просто бежать, а поучаствовать в этом празднике. Поэтому каждое событие, оно уникально по-своему, да, и оно дарит свой праздник в душе летом, летние мероприятия, зимой зимние мероприятия, то есть, вот. А сколько человек на сегодняшний день зарегистрировано? У нас, да, да, 1100 регистраций в этом году у нас, как раз вот какой лимит поставили, такой он и есть. Ну, скажу, что три страны, это Россия, соответственно, Япония, Германия. Ну, это очень маленький процент, не как раньше 12 стран бежало на ледовом полумарафоне, но, тем не менее, даже этот радует. Потом у нас 18 субъектов Российской Федерации, 50 городов. То есть, на самом деле, интересно, что в этом году добавились новые субъекты, как мне кажется, я вот так посмотрела. Я сейчас можно продиктую, да? Так, Амурская, Магаданская, Архангельская, Московская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская, Иркутская, Мурманская, Свердловская, Томская, Еврейская. Вся Россия. Приморский край, соответственно, весь ДФО. То есть, география достаточно обширна, то есть, даже из далеких городов. Кажется, тамбов. Да, да, да. Казалось. Ну, потому что, опять-таки, мероприятие уникальное, нужно это не забывать, потому что всего несколько зимних мероприятий проходят в России. По замерзшему морю мы единственные, и в таком масштабе, красках и яркости это единственное мероприятие. То есть, потому что мы мониторим соседние такие же, кто проводит подобные мероприятия, и смело могу заявить, что у нас уникальное, красивое мероприятие, на которое стоит приезжать. Это ведь надо быть фанатом, это ведь тот же Тамбов, это же надо купить билеты, прилететь сюда. Это, во-первых, да, это уникальное место, все-таки Владивосток, он очень красивый город, да, наша замерзшая акватория. Если говорить по мероприятиям, то это наш сервис, наш стартовый пакет. Про сервис попозже расскажу, что у нас входит в стартовый пакет. И призовой фонд тоже привлекает участников. Да, да, то есть и партнеры очень классные призы дают. Традиционно генеральным спонсором нашего полумарафона является компания Honor. Мы очень благодарны за то, что уже восьмой год компания нас поддерживает, верит в общее дело, верит в уникальность проекта. Собственно, конечно же, в этом году и призы от компании Honor будут для наших победителей полумарафона. А участник самый маленький, получается, самому маленькому участнику в шесть лет будет. А самому старшему еще неизвестно. Ну вот мы недавно, да, смотрели статистику с 70... На пять километров участник. 74 года из Хабаровска, да, приезжаем. Молодцы. Да, то есть у нас нет отметки до скольки, то есть до бесконечности. Нет, ну в конце концов он же может и пройти. Можно, чтобы отдавали отчет, да, то что да. Ну, медицинский допуск в любом случае. То есть спортсмены люди такие, знаете, те, кто всю жизнь занимался и в 80 лет спокойно свои пять километров может преодолеть. А экипировка какая-то специальная нужна для ледового полумарафона? Да, конечно же. Важный момент – это обувь. То есть она должна быть либо с шипами, либо с шиповной накладкой отдельно на кроссовке надеваются. Это длинный носок утепленный. Ну и далее все, что выше – это момент такой многослойности. Если температура ниже, тем больше слоев, чем температура выше, тем будет меньше слоев. Обязательно ветрозащитный слой, шапка, баф, перчатки, очки. И тогда будет максимально комфортно преодолевать дистанцию. А какие активности будут помимо самого забега? Ну, это, как обычно, церемония открытия у нас, где у нас официальные лица поприветствуют всех участников и зрителей, которые придут с ними, болельщиков. Потому что мы приглашаем всех на мероприятие. Старты, расписание будет у нас на сайте, соответственно, в социальных сетях. И буклет участника, который будет выдаваться каждому участнику. То есть у каждого участника будет свой стартовый пакет. Это, как обычно, красивый рюкзак. В этом году у нас красивая шапка. И до Апломарафона. Если вы заметили, у нас новая айдентика в этом году. Интересная. Потом номер участника. Что у нас еще было там? Ну, и от партнеров различные турбоменты. Да, и различные приятности от партнеров. В стартовый пакет наш партнер Славда, как обычно, радует нас водой. В принципе, обеспечивает воду на мероприятии. Еще будет финишный пакет. То есть участник добегает, получает заветную медаль. И получает финишный пакет с провизией от наших партнеров Ратимир и Славда. Это гринг. Также у нас будет питание для участников. Это вкусный плов. И дальневосточный чай от туристского информационного центра. Визит Приморья и от ресторана Зума. Что интересно. Да, будет чай. Ну и, конечно, различные фотозоны, аниматоры, музыкальная программа. Для болельщиков и зрителей будет работать отдельный фудкорт, где также можно будет приобрести напитки, еду и смотреть развлечения. Ну, мне кажется, болельщиков и зрителей на этом мероприятии бывает, наверное, если не больше, то столько же, сколько и участников. Да, действительно, очень много людей приходит. И это очень классно, что и поболеть приходит, и просто погулять. Да, поэтому мы приглашаем в зону старта и финиша. Это очень приятно, когда, представляете, люди прибегают, а их встречают с аплодисментами, с плакатами. То есть я предлагаю взращивать эту культуру, поболеть за своего товарища. Это прекрасно, это нужно делать. У нас, кстати, очень много команд участвует, по-моему, больше 15 корпоративных. То есть они прямо от компаний бегут с флагами, может быть, даже как-то там еще какую-то айдентику на себя вешают. И у них не просто забег на 5 километров, у них еще корпоративно троеборят. То есть у них там пройдут соревнования различные на льду, после того, как они прибегут, начисляются баллы, и, соответственно, первое, второе, третье место по количеству баллов. То есть ты должен прибежать, а еще должен поучаствовать в различных соревнованиях там уже. То есть это прямо для корпы. Это мы начали пробовать в 19-м году, по-моему, такую историю. Она очень зашла корпоративным участникам. Это такой тимбилдинг. И вот участвует, всем очень нравится. Мы в этом году опять это сделаем. Молодцы. То есть мы даже, мы дарим кубки всем участникам. А вот у команд победителей написано корпоративный кубок. Ну, интересно тогда поговорить про подарки. Про подарки. Ну, это, конечно, 300 тысяч рублей. Делится на 18 победителей абсолютных. 5, 10, 21. Да, МЖ. Первое, второе, третье место. Там, соответственно, по месту суммы распределяются. Подарки от наших постоянных партнеров. На самом деле подарков очень много. Партнеров очень много. И это, конечно, радует. Да, мы благодарим наших партнеров, потому что они нас поддерживают. Я думаю, что для участников, когда они не могут удержать все подарки просто в руках, это тоже очень здорово. То есть денежные сертификаты, подарки, различные гаджеты, фитнес-часы, различные сертификаты, ну, еще и кубок. Ну, то есть приятностей. Приятностей много. Да. Рюкзаки дарите, как вы в прошлом году, чтобы все уместить. И то не уместится. Причем, если проденешь сертификат, то у нас по шестое место. Там какие-то небольшие суммы, но они есть. А за какое время вообще пробегают обычно дистанцию? Самую длинную, например. Ну, 21.1 полумарафон у нас Евгений Бушков. Очень частый наш лидер, когда он занимает первые места за час 14, час 16. Ну, то есть сейчас в доле секунды не вдаюсь, да, но примерно вот это время, за которое пробегает лидер. Ну, а то он прямо быстро бежит. Это быстро, конечно же. Если обычный средний темп, это 2 часа, там 2.30. А то есть вот час 14. Нет, я вот просто по себе ориентируюсь. Я тоже периодически так бегаю, и 5 километров я пробегаю где-то там в течение, ну, плюс часа. Ну, то есть вот. Да, и в прошлом году у нас была такая история, как раз-таки была очень хорошая погода, и ветер дул, получается, когда стартует в спину. И Евгений Бушков, опять-таки, он развернулся на отметке 10,5 километров буквально через 35 минут. То есть это, мы думаем, он побьет рекорд вообще даже. Даже не то чтобы свой, а, в принципе, по прохождению дистанции. Вот, но оказалось, когда развернулись, что ветер был в лицо, да, и вот там поправочка. Ну, то есть, в принципе, он уже там скорость свою снизил. Вот такой интересный момент. Ну что ж, тогда желаем нашим участникам чего-либо мужик. Удачи, удачи мы желаем быстрых ног. До встречи на финише, конечно же. Берите с собой настроение, берите с собой болельщиков, семью, друзей, и приходите на праздник вместе с вами его и устроим. 18 февраля. 18 февраля на льду острова Русский пройдет полумарафон. Ледом. Ледом. Всех ждем, бежим по морю. Да. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о зимнем полумарафоне «Владивосток Айсран», который состоится 18 февраля. В гостях у нас уже по традиции были Александрина Кучина, продюсер ледового полумарафона «Владивосток Айсран», и Ольга Гаева, спортивный директор ледового полумарафона, а также директор бегового клуба «Ран ДНС Ран». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.